Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Значит, развод вступил в силу такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года. Хочу сказать, что ввиду объемности текста, я не буду его читать, а сразу буду давать комментарии. Так будет удобно. От брака остался несовершенно летний ребенок, дочь восьми лет. Ну вот, казалось бы, очень такая небольшая мелочь, да, в начале текста, в начале вопроса, вот. Казалось бы, очень-очень-очень небольшая деталь, что от брака остался ребенок. Ну, казалось бы, кого этим можно удивить? Это нормально, что от брака периодически остаются дети. Вот. Но, есть один момент. Дело в том, что тот факт, что вы говорите, что от брака остался ребенок, автоматически означает, по крайней мере для нас. Обтоматически это значит следующее, что вы воспринимаете мужа скорее как отца. То есть, для нас муж, это скорее отец ребенка, ну, в большей степени, в большей мере, нежели чем ваш мужчина. Это позволяет мне предположить, только предположить, что вы, вероятно, друг с другом не взаимодействовали уже довольно давно, как мужчина и женщина, как личность. Отсюда у меня возникает следующий вопрос. А что между вами общего? Я имею в виду между вами и вашим мужем. Что общего? За это время он на ребенка не поправил ни копейки, ведется по пальцам пересчитать. Да, здесь вы жалуетесь на своего мужа, что он вот такой, значит, не проводит время с ребенком и так далее. Опять же, казалось бы, кого этим удивить? Но, есть один момент. Это в данном случае похоже на то, что вы на ребенка проецируете ваши собственные обиды. Это очень похоже на то, что вы на ребенка переносите то, что сами чувствуете. То есть, обидно как бы вам, переживаете из-за ситуации, как бы вы. Но, говорите вы о ребенке и на ребенка переносите то, что вот, ну, то, что сами чувствуете. Необходимо здесь отделить то, что чувствуете вы и то, что происходит между отцом и ребенком. Несмотря на то, что ребенок не совершенно летний, да, то есть девочке получается 8 лет, да, вот. Несмотря на это. Их отношения, то есть, ну, ну, отношения вашего мужа и ребенка. Это история. Другая. Это история, которая напрямую с вами не связана. Да, я сейчас говорю довольно, может быть, о неприятной для вас вещи. Я отдаюсь себе в этом отношу. Но то, что касается отца и ребенка, не касается вас. И наоборот. Вот. Поэтому это необходимо, необходимо учитывать. И это необходимо дифференцировать. Вот. Я понимаю, что вам больно. Я понимаю, что вам тяжело. И я предлагаю вам помощь в проживании ваших чувств. Чтобы, вот, ну, так, сильно, да, ваши чувства вас не разрушали. Боль, обиды и так далее. Потому что, ну, в данном случае, это просто вам элементарно мешает. Дальше. Звонил только в состоянии алкогольного опьянения, когда видел с ребенком, настраивал ее против меня, говорил, что она плохая, то мама выгнала его обратно, не пускает. Ну, состояние алкогольного опьянения говорит, как минимум, о чувстве стыда. Вот. Это, ну, означает, что есть элемент стыда у вашего мужа. Ага, иначе бы не было бы алкоголя. Алкоголь, как бы, ну, то, что человек звонит, находясь в измененном состоянии сознания, да, это свидетельствует, вот, в первую очередь, о том, что без этого человек не может вам, ну, позвонить. Что говорит о некоторых блоках, о некоторых конфликтах внутренних и так далее. В частности, это говорит о, как я и сказал, чувстве стыда. Интересно, в данном случае откуда чувство стыда появилось? Ну, как правило, чувство стыда возникает из-за нарушения личных границ. Поэтому я полагаю, что в отношениях между вами были нарушены личные границы, как с вашей, так и с его стороны. И если вас мы еще можем спросить, то его нет. Поэтому здесь только все на ваше усмотрение. Да? То есть задайте себе вопрос, почему звонить только в алкогольном опьянении. Дальше. Значит, говорю, мама плохая, мама выгнала и брат не пускает. Это проекции. Опять же, на мой взгляд, но это проекции. В купе с алкоголем и чувством стыда. Это позволяет нам говорить о том, что ваш мужчина, скорее всего, о себе думает так сам, но не признает этого. Переносит это на вас. Да, еще один момент. Забегаю чуть вперед. Вы писали, что он не хочет с вами встречаться один на один. Что, как бы, тоже говорит об этом. Дочка под его влиянием обвиняет меня во всем и не верит, что папа уже живет с другой семьей. Ну, дочке тяжело. Если мама не уверена в себе, если мама испытывает тревожность, то дочь, как бы, тоже, естественно, будет это испытывать. У ребенка вследствие расставания с родителями начались проблемы в школе. С ней занимался психолог. В принципе, все хорошо здесь. Вы поступаете довольно осозненно. В данном случае это очень хорошо. То, что с ребенком занимался психолог. Но есть один момент, который связан с тем, что, я не знаю, вот как-то официально это звучит. То есть, я вот читаю, да, и понимаю, что как будто бы очень официально это звучит. Как будто бы, вот знаете, ну вот, ну сложно, сложно так это сказать, да. Вот, потому что это, ну, это чувствуется, это ощущается буквально вот на уровне какого-то чувства. Что как будто бы слишком, а слишком официально и отстранено. Вызвали папу в школу, расковаривали, там он со слов учительница ввел себя адекватно, пообещал наладить контакт. Ну, это нормально, конечно, опять же, то, что происходит. Вот, но мне кажется, что когда социально-официальные связи становятся более значимыми, чем более личными, в общем, более личные, то здесь возникают соответствующие перекосы, да. То есть, вот вы, видите, вызывали папу в школу, кто вызывал, зачем, непонятно. С тех пор название ведь просто увидится с ребенком. Ну, имеет право. Последний раз, недели три назад, позвонил опять в алкогольном опьянении и был на громкой связи со своей новой женщиной. Проследняя с ребенка к телефону, мы разговаривали на громкой связи. Это, конечно, неприятная ситуация, с одной стороны для вас, с другой стороны для ребенка, и, вы не поверите, с третьей стороны для вашего бывшего мужа. Потому что, опять же, люди, у которых все в порядке, которые, ну, в ладах с собой, да, они не будут так поступать. Вообще, это очень похоже на вызывающее поведение. То есть, муж как будто бы вызывающий себя ведет. И, опять же, это, как правило, от чувства стыда. У вашего мужа сильное чувство стыда. Между прочим, как вы переживаете развод, пока не очень понятно. Так, и они там просто смеялись надо мной. Возможно. Но, опять же, это прозвучит, может быть, жестко. Но чего вы ожидали? Вы ожидали, что ваш муж со своей новой женщиной позвонит вам и будет говорить любезность и вежливость? Ну, вряд ли. Да, смех смеялись над вами, это правда. Но это механизм защиты. От чего это им нужно защищаться? Другое дело, как вы реагировали на их смех? После этого я общение с ребенком ограничил. Но, опять же, я здесь не вижу связи. Дело в том, что смеялись-то они над вами. Они не смеялись над ребенком. Поэтому, почему вы ограничивали в данном случае общение отца с ребенком, не совсем понятно. Действие это неправомерное и, в целом, отец при необходимости может его оспорить. Так он подал заявление в со-защиту, что я ограничиваю общение. Это правда? Он имеет право это сделать. Здесь вы не правы. Зная, что новая женщина очень на него влияет, вероятно, она стала не забором подать заявление в со-защиту. А вот здесь на первый план выступает ваша родительская позиция по отношению к мужу. Отрицается личная ответственность человека. Обвиняется другой человек. И муж воспринимается как не самостоятельная единица. Это родительская позиция. Соответственно, родительская позиция с вашей стороны может являться первопричиной конфликтов. Равно как первопричиной конфликта является соответствующая детская позиция вашего мужа. Он, кстати, ведет себя как ребенок в данном случае. Я просто уже боюсь, что он приедет и увезет ребенка, а я не узнаю. Ну, если он увезет ребенка, вы узнаете. Ребенок с ним поедет, так как до сих пор любит папу. А что для вас в этом страшного? Не в том смысле, что необходимо позволять отцу это делать, если он захочет это сделать. Откуда страх? Ну, пусть дочь съедет к папе. Поживет с ним. Поймет, хочет она с ним быть или нет. И если что, вернется к вам. Откуда страх? На мой взгляд, это опять же неуверенность в себе некоторая. Но в то же время, при последней встрече, выхватило только на полчаса общения с дочерью. Опять же, здесь вы воспринимаете его только как отца. Притом обесцениваете его. Чувствуется вот это вот некоторое такое обесценивание, язвительность по отношению к нему. Дочь, естественно, отвыкла от него и не знает, о чем с ним говорить. Хоть раньше они с папой были лучшие друзья и он на самом деле был хорошим мужем и отцом. Это большая проблема. Дело в том, что хороший муж и отец, как правило, никак не проявляются как личность и не имеет ничего общего со своей женой. Если мы говорим, ну, скажем так, несколько утрированно. То есть хороший муж – это кто? Это тот, кто выполняет запросчики обязательства. Причем здесь речь идет не об интимной сфере. Здесь речь идет непосредственно о социальной роли. Хороший отец – то же самое. Но когда востребованными являются только эти две роли, возникают проблемы. Поэтому то, что вы называете его хорошим мужем и отцом – это тревожный знак. Это говорит о том, что как-то вот то общее, что между вами было, собственно, то, на основе чего вы познакомились, стали вместе и так далее, как-то вот забылось. Когда он уходил из семьи, он просто убежал и быстренько стал жить с другой женщиной. Сбегают обычно от давления. Сбегают обычно от ответственности. Сбегают обычно от чего-то дискомфортного. Поэтому вам необходимо здесь рассмотреть вопрос о ситуации с точки зрения личной ответственности, что я сделала для того, чтобы муж убежал. Дабы не повторить свои ошибки. Вы же пытаетесь в данном случае своего мужа обвинить во всём, что является ошибкой. Я понимаю, почему вы это делаете. Я прекрасно это понимаю. Я понимаю, что вы делаете это из чувства обиды, из чувства злости, из чувства страха, тревоги. Вот. Может быть, вы ещё имеете какую-то здесь подоплёку. Но суд в том, что это всё ваша история. Вам больно. Я понимаю. Я знаю. Но к мужу это отношение не имеет. Знаю, что там он стал больше пить. Много прочего. Вот опять же, здесь как будто бы родительская позиция. Понимаете? Но это его дело. Что вы вкладываете в это? Вот вы написали, знаю, что он стал больше пить. Что вы в это вкладываете? Какими чувствами вы это пишете? Разговора с ним один на один у нас просто не было. Всё верно. Потому что муж неуверенно себя сам чувствует. Он не соглашается со мной встретиться и поговорить. Опять же, многоточие. К чему многоточие сейчас здесь? Ну, не соглашается, значит, не хочет. Зачем он делает всё, чтобы мне было плохо? А не лучше ли задать вопрос, каким образом мне становится плохо от того, что он делает? Это то, что вы реально можете сделать. Тогда как мы вашего мужа не знаем и не знаем, с какой целью он может это делать. По опыту могу сказать, что когда человек не может заявить о себе напрямую, когда ему кажется, что он не может заявить о себе напрямую. Но где он заявляет о себе так? Зачем разводит выяснение отношений через инстанцию? Почему вы думаете, что мы можем это знать? Вам плохо. Но это не имеет отношения к ответу «Зачем?». Это имеет отношение к вопросу «Как мне становится плохо от того, что он делает?». Каким образом это на меня влияет? Алиментов я ещё до сих пор ни копейки не получил. Вот понимаете, вы как будто бы здесь мечетесь. Вы говорите «Зачем он со мной так поступает?». Да? «Зачем он делает всё, чтобы мне было плохо?». Хотя очень много супругов, которые разводятся, делают друг другу плохо. То есть это не должно быть какой-то неожиданности для вас. Мало людей при расставании и разводе сохраняет хорошее отношение. Как минимум. Но вы здесь пытаетесь понять его, а не себя. То, что вы пытаетесь понять его, говорит о том, что на себя вы, вероятно, внимания не обращаете. К себе вы невнимательны. Невнимательность к себе свойственна для созависимых людей. Гиперопекающих, контролируемых. Контролирующих, простите. Может быть именно от этого ваш муж и убежал. Почему не может со мной просто поговорить? А почему он должен с вами говорить? Понимаете, вы здесь как бы свои требования, свои ценности, свои приоритеты возводите в ранг директивы. То есть я считаю, что так поступить правильно. И поэтому ты должен поступить так. Если ты так не поступаешь, то мне от этого плохо. Но он другой человек. И он не будет и не должен поступать так, как вы считаете нужным. Понимаете, да? То есть это вопрос слияния с вашим мужем. Это вопрос ожидания от него. Это вопрос родительского отношения к нему. Вы здесь как мама говорите. Ну почему он делает, чтобы все мне было плохо? Почему не может со мной просто поговорить? Это родительская позиция. Как можно было так поменяться за короткий срок? Нет, изменений действительно не происходит за такой короткий срок. Изменения происходят дольше. Но только ваш муж это скрывал, потому что не чувствовал себя с вами свободным в отношениях. О причинах я уже сказал. Как можно было подавить психику человека до такой степени, что такое чувство, что он боится лишний шаг без ведома той мадам сделал? И вновь родительская позиция. Вы не признаете лишнего ответственного человека так поступать. Вы пренебрежительно относитесь к той женщине. Понимаете, да? Дочка скучает. Самое обидное, что ребенок страдает от своего этого. Да, ребенок страдает. Да, это обидно. Но я повторюсь. Вы замещаете здесь свои чувства с чувствами ребенка. Вы опираетесь на чувства ребенка, но не на свои. Вы думаете, это более эффективно, приводить аргументы опираясь на ребенка? Нет. Приводя аргументы, связанные с ребенком, вы выступаете для своего мужа просто родителем. Тем самым, от кого он убежал. И тем самым, только развиваете эскалацию данного конфликта. В то же время, пока она с папой не общалась, не видела, не разговаривала, она стала спокойнее. Это заметно. Да. Но это не означает, что ей хорошо. Подскажите, что делать в этой ситуации? Что делать, чтобы что? Как наладить диалог с бывшим мужем или вообще идти до конца через суд, устанавливать его периоды общения с ребенком? Возможно. 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 Возможно, это есть вариант. Что касается диалога с бывшим мужем, то здесь нужно, первое, компромисс, второе, выгодно. То есть необходимо идти на компромисс, а для этого вам необходимо начать уважать и выбор вашего мужа. И его поведение. И, наверное, перестать называть его новую женщину мадам. И так далее. Вам необходимо признать, что муж сам хозяин своей жизни. И делает то, что он хочет. То есть компромисс и выгода. Для вашего мужа нужна выгода, чтобы с вами общаться. Пока у него выгоды нет, он с вами общаться не будет. Я не узнаю этого человека. А должны. Люди меняются. Просто не знаю теперь, чего ожидать. Это тревожность. С тревожностью можно и нужно работать. Действие в себе последнее из птичка происходит с его стороны. Возможно. Опять же. Как бы неприемлемость прямых действий связана с тем, что ваш муж не чувствует себя с вами уверенно. Почему? Я думаю, поможет анализ отношений. Анализ отношений поможет это понять. Несомненно, страхи присутствуют, потому что я не знаю, чего ждать, в какую инстанцию пойдет дальше. Вам нужно решить, что будете делать вы. Я знаю, что правда на моей стороне. Нет. Правда не на вашей и не на его стороне. У каждого своя правда. Помните, я говорил про компромисс? Так вот. Компромисс это тогда, когда нет правды. Какой-то одной. Есть правда его, есть правда ваша. Но его поведение повергает меня в шок. Как так можно поступать? Шок это удобное состояние для того, чтобы ничего не делать. Шок это удобное состояние, чтобы не брать ответственность. Шок это удобное состояние, чтобы не реагировать. Это удобное состояние. Дочку никогда не настраивалась против отца, наоборот, поощрял их взаимное общение. Они друг друга в душе не чаяли. Я думаю, он убежал, ушел из-за ультиматума в той и другой со мной, так и не поговорив по-человечески. Опять же, вы думаете, при том, что у вас есть еще другой мужчина, эта фраза выглядит странно. Понимаете, странно выглядит фраза. Вы нашли себе другого мужчину. По идее, вы его уже любите. Ну или, по крайней мере, он для вас дорог. Так какая разница, из-за чего ушел ваш муж? Но вы говорите, он ушел из-за, не потому что сам захотел, а из-за. Вот она здесь, родительская позиция. И пока это будет так, диалога с мужем не получится. Муж не будет чувствовать себя в безопасности. Конечно, я переживаю по поводу развода. Само собой, это травма и с ней нужно работать. О том, как все кончилось стремительно, без расставления точек над «и». Нет. Все дело в том, что вы не доверяете себе и сами точки над «и» расставите в неспособность. Вам нужно подтверждение у другого человека. Помните, я говорю про созависимость? Ну так вот, это оно. До того, как он ушел, всеми способами хотел меня принять, запринял во всем, что я виноват во всех проблемах. Это похоже на детский бунт. Это похоже на детский бунт. Это похоже на детский бунт и связано это с тем, когда человек долгое время в себе стоит подавляет. В моей практике такое бывает, когда люди сталкиваются с длительным влиянием ожиданий от другого человека на себя. Он просто сбежал и все, не выходил на связь, отказывался встретиться и поговорить. Но об этом я уже рассказывал, говоря о том, что здесь имеет место быть чувство стыда и все такое. Было много ситуаций, когда я его прощала. Вот снова, родительская позиция. Кто обладает себе прощением? Мать. Взрослые люди не занимаются прощением. Взрослые люди выясняют, что, как, почему и как мы будем дальше. То есть, если возникла ситуация, прощаю я тебя, не прощаю, смысла в этом нет. То есть, неправильно сказал. Прощаю я тебя, не прощаю, разницы не играют особо. Прощение – это принятие. Но принятие человека не означает смирение с этим. То есть, иными словами, если вам ваш муж пообещал больше, например, не курить, и вдруг вы видите, что он курит. Естественно, вам обидно. Естественно, вам неприятно. Вас обманули. Вы либо можете принять, что ваш муж курит, либо нет. Допустим, вы принимаете, что ваш муж курит, но объективно не хотите, чтобы он курил дома. А курит он дома. И, соответственно, то, что вы приняли, что ваш муж курит, означает, что вы его простили буквально. Но, необходимо какое-то решение. Так что вы вкладываете в прощение? На мой взгляд, вы прощали его с ожиданием, как бы, того, что он изменится. Вот. А он не меняется. Дальше. Пытался вернуть, но он меня игнорировал. Пишите вы. Ну, здесь ситуация довольно неоднозначная. Я бы хотел, конечно, больше информации по поводу того, что вы пытались его вернуть, потому что пока непонятно, что вы имеете ввиду, говоря о его возвращении. Но, вообще-то говоря, возвращаем мы, как правило, вещи. Если человек выбирает быть не с вами, то мы или выясняем, что не устраивает, ищем какой компромисс, или принимаем, что человек с вами больше быть не хочет. Как вы пытались его вернуть, непонятно. С той осени у меня появился мужчина, который хорошо ко мне относится и к дочке тоже. Здесь наручена хронология, из-за чего кажется несколько скомканным. Ваше, по повествованию. Вы пишите, что вы пытались его вернуть, потом пишите, что у вас не появился мужчина. Так как это все укладывается в единую временную линию? С дочкой они хорошо общаются, как-то она даже сказала, что ты мне зовешь там папой, вот. Бывшие мужчины знают, бывшие мужчины все время не стараются поделить по этому поводу. Опять же, а чего вы ожидали? Ну то есть, ну то есть, мы ожидали, что он будет рад. Для него, видимо, было все, когда она нашла мужчину, и так быстро. Да, скорее всего. Только я не очень понимаю, в этом смысле вы когда его, своего мужа вернуть пытались. Я не очень понимаю, как вы к нему относитесь. Вы вроде бы переживаете из-за развода, но в то же время вы нашли нового мужчину. Вам бы здесь замедлиться, вам бы здесь немножко притормозить и разобраться в себе. Вполне вероятно, что к новым отношениям вы пока не готовы. Вот. И вам нужно допрожить развод. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам всем. Продолжение следует...